Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Кремлевская пропаганда Армия ДНР не бьет по другим населенным пунктам. Как они могут бить по своим населенным пунктам? Мы защищаемся. У нас тактика оборонительная. Люди, которые считают, что армия ДНР сами обстреливает свои же собственные дома. Да, ну это абсурд. И наши жители знают, поэтому они не верят этому. Ну а холопам с промытыми мозгами легче было поверить в диверсантов на похищенном мусоровозе. Они перевозят минометы в автомобилях, в том числе в мусоровозах. Именно на мусоровозе был установлен миномет, из которого диверсанты открыли огонь по мирным жителям в центре Донецка. Чем признать очевидное? И доказать что-то россиянам или идейным новороссам было просто невозможно. Но прошло время и сами звезды «Русской весны» принялись признавать самообстрелы. Например, в Луганске этим занимались боевики банды «Заря», а в Донецке «Оплот» Сани Захарченко. Оплотовцы там ездили по городу, шмалялись в минометах, потом приписывали, мол, это укры. И вот что пропагандистам на это сказать? Что свои же врут? А это вдвойне сложно сделать, особенно когда в сети есть десятки видеопруфов. Причем не только по «Оплоту» и «Заре». Можно вспомнить, скажем, легендарное видео, где покойные Моторылла из-под ствольника обстреливает Донецк. «Утренняя зорька». «Там никого нету». «Он туда вот и стреляет». «Туда зачем стрелять?» «Там же мурах». Зачем он это делает, спросите вы? А очень просто. Гостю из России просто кажется, что дончане не сильно участвуют в войне, а обстрелы должны привести их в чувство. «Бо у нас все немножечко спят. Война людей не еб**». Примерно тогда же появились и другие признания. Например, небезызвестная Ольга Качура с позывным «Корса» поведала миру, как ее грады разъезжали по области с украинскими флагами. «Вернулись в посадок, нанесла полосы на машины, поставили флаги и дальше поехали под украинские флаги. Навела батарею, произвела выстрел». Соответственно, и обстрелы из них люди также принимали за украинские. И по заявленной теме мы можем приводить факты еще очень долго. Но главная мысль заключается в том, что рано или поздно все тайное становится явным. Поэтому, когда уже сейчас в Останкинских студиях ровно так же врут о ракетных ударах по Украине, как в свое время врали об обстрелах Донецка, нет никаких сомнений, что пройдет всего ничего и сами пропагандисты и военные начнут сливать, кто и когда отдавал приказ бомбить гражданские объекты. Просто по состоянию на сейчас украинцы в глазах глубинного народа не расчеловечены до конца. Поэтому по телеку и визжат. Вы все врете после каждого прилета ракеты в жилые дома или торговые центры. Люди на русском языке с переводом рассказывают, как это было ужасно, как погибали ни в чем не повинные люди. При этом это все ложь. То есть еще раз говорю, это все ложь. Останкинские крикуны банально пока не могут честно сказать, что им просто нравится убивать украинцев. Но вот посмотрите, скоро риторика изменится. Зет-патриоты от неудач на фронте и геббельсовщины по телеку звереют с каждым днем. Еще недавно они кулачками трясли, мол, пленных обижать нельзя. Не надо мне тут ставить знак равенства между русским воином и бандеровской нечистью. Потому что как бы там ни было, что бы ни происходило, мы всегда остаемся людьми. И вот ту последнюю грань мы не переходим. Витязева на этот счет целую истерику в студии закатила. Но я знаю, что ни один пункт Женевской конвенции нарушен не будет. А если, не дай бог, такое произойдет, то разбирательство будет здесь и наказание будет здесь. А сейчас ровно на этих же каналах пропагандисты прямо призывают расстреливать каждого, кто сложит оружие. Это к слову о том, какими темпами происходит расчеловечивание. Украинских артиллеристов не надо брать в плен категорически, никогда, ни при каких условиях. И тела их не выдаем. Вас в плен не возьмут. Не надеетесь даже. Вы пойдете сдаваться, вас убьют. И еще месяц-другой подобного контента и сами пилоты стратегической авиации будут хвалиться попаданием в жилые дома. А Z-патриоты от Дона до Енисея будут кричать «Ура!», как сейчас кричат «Ура!», «Упоротые байки об уничтожении то боекомплекта ВСУ, то натовских наемников». У нас поражены все назначенные генштабом военные объекты, критической военной инфраструктуры, места сборки беспилотных летательных аппаратов, хранения боеприпасов, поставленного НАТО. Причем очевидно, что подобная дичь — это контент за гранью добра и зла. И такое утверждение очень легко аргументировать. Смотрите, начинать можно с того, что в настолько крупных городах, как Киев и Днепр, невозможно скрыть прилет по складам боеприпасов. Просто напомним, когда нечто подобное случилось в оккупированном красном луче, где в воздух взлетел российский склад, там гриб стоял такой, что было видно за десятки километров. При этом взрывной волной снесло целые кварталы. Ну же, покажите нечто подобное из Киева и Днепра, которые вы поливали ракетами последние разы. Другими словами, где пруфы? Но в ответ тишина. Это же касается и типа уничтожения натовских наемников, которые якобы не могут спрятаться от путинских кинжалов. Поражены объекты, где была скоплена. Живая сила противника, иностранные наемники, что больше всего раздражает Запад. Может, не могут нигде скрыться? Может, и гиперзвук мы применяем? И не заканчивается он? То есть ты слушаешь и понимаешь, что чудак вообще не в теме. Он или притворяется, или реально не в курсе, что о ракетных ударах в Украине знают часа за три до их начала. Стоит взлететь самолетом в Олении или Энгельсе, и вся страна стоит на ушах. И понятно, что военные на время ракетных ударов не сидят на месте. Как говорится, верь в ПВО, но и сам не плашай. Поэтому неожиданные прилеты... Может, не могут нигде скрыться? Может, и гиперзвук мы применяем? ...могут быть только в зоне, куда достает баллистика. Да и там почти всегда сообщается о полете ракеты и ее направлении. И несколько минут, чтобы убежать, всегда есть. Но самое смешное, что пропагандисты, похоже, и сами понимают, как нелепо звучат их пафосные байки. Я горжусь тем, что у нас абсолютно последовательная работа по противнику. Что все очень спокойно, все выверено, есть стратегии, есть понимание по каждому пункту. А потому безусловный хит кремлевской пропаганды в последние месяцы — это ссылки на своих ручных обезьянок из стран НАТО. И сейчас мы вам покажем типичный пример. Польша восхитились ударом России по Украине. Российская армия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Киева, написал обозреватель Кшиштоф Подгурский. В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Всем ясно — восхитились в Польше. Да и как не восхититься, ведь ракеты якобы не просто прорвали НАТОвский зонтик ПВО, но еще и два «Патриота» уничтожили. С тем учетом, что еще один «Патриот» языком российских пропагандистов был подбит перед Новым годом на ЖД вокзале Херсона. Поступали сообщения о том, что в ходе нашего удара по железнодорожному вокзалу в Херсоне мы накрыли эшелон с установкой «Патриот» и вместе с натовскими инструкторами. Уничтожение «Патриотов» идет с большим опережением графика. То есть дали Украине два комплекса, а подбито три всего за неделю. Ну и еще парочку Шойгу в прошлом году уничтожил. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс «Патриот». Минобороны РФ утверждает, что первый зенитный комплекс «Патриот» был поражен ракетой «Кинжал» в ночь на 16 мая. То есть вы хоть когда врете, на количество поставленного смотрите. Но пропагандисты банально считают россиян за дураков. Причем беспросветных. Вот угадайте, кто такой Кшиштоф Петгурский? Мнение которого опубликовали тупо все топовые СМИ РФ. Российские войска в ходе массированного удара по Киеву ракетами Х-47М поразили минимум две ракетные позиции НАСАМ с под Киевом и большой склад с ракетами системы «Патриот». Автор никому неизвестного сайта, грубо говоря, в три просмотра, где 99% контента посвящено облизыванию России. Чтобы все понимали уровень, вот другие статьи этого же тела. В Польше сообщили об отчаянном шаге Залужного на фронте. В связи с успехами армии России на фронте главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии. Начали давить. Польша признали мощь российской армии в зоне СВО. Обычный европеец, да, совсем не путинская утка. Причем такие же сайты в три просмотра для легализации своих фейков Россия создает и в других странах. Например, в Турции их сразу несколько. Местные об их существовании даже не в курсе. Зато в курсе криконы из Москвы, которые через каждые пять минут верещат, Турция подтвердила. Турецкие СМИ сообщают, что аэродром Староконстантинов и подземный штаб рядом с городом Хмельницкий на западе Украины были поражены как минимум тремя ракетами «Кинжал». Как пишут турки, на Украине было использовано или уничтожено около 800 зенитных управляемых ракет «Патриот». Отправка большего количества этих ракет на Украину станет серьезным ударом по небольшим запасам ПВО НАТО. То есть, слышите нечто подобное, даже не думайте воспринимать всерьез. Ведь все это мы уже проходили. Только теперь есть ноунейм турки и поляк. А раньше были англичане и американцы. Вспомните, как Россия постоянно ссылалась на судимого педофила из США Скотта Риттера. Россия никогда не проиграет. Россия идет к решительной победе. В конце концов, украинцы сдадутся. Они могут попытаться там что-то контратаковать, но у них ничего не выйдет. И мы им ничем не поможем. Я говорил раньше и повторюсь снова, война закончится до конца лета. Мол, ух, какой крутой независимый эксперт. И тоже Россией восхищается. Риттер им и победу над Украиной сто раз обещал. И обвал фронта. Уже самые проницательные американцы уже начинают понимать для Украины, скорее всего, все уже закончено. И вот что говорит текс-офицер разведки США Скотт Риттер. Уже слишком поздно. Украина проигрывала, проигрывает и будет проигрывать эту войну. И мы сразу говорили, мол, это подставное тело. А в ответ из Москвы доносилось привычное «вы все врете». Но вот проходит всего ничего, и якобы независимые обозреватели США, барабанная дробь, оказывается в Грозном, где толкает бодрящие речи огромной толпе овцелюбов. Я солдат, как бой. Я думаю, бой будет выиграть в вашей работе. Я знаю. И когда все, я хочу, чтобы все чеченские солдаты вернутся дома и нормально живут. Но сейчас работать надо. Бой работает. И мы смотрели на все это и не могли сдержать улыбки. Ведь одним выступлением были разрушены сразу несколько популярных мифов. Ну, во-первых, великий защитник традиционных ценностей кадыров, когда нужно, не брезгует встречать, как дорогого гостя, судимого педофила. Я хочу доставить слово нашему уважаемому гостю. Большое спасибо, ваш президент, ваш командир, ваш офицерам и солдат Чечни. А, собственно, Скотта Риттера после такого даже самый упоротый ура-патриот не сможет назвать независимым экспертом. То есть просто вдумайтесь, Россия из федерального бюджета платит деньги уголовнику из США, чтобы последний подтверждал вранье федеральных СМИ. Это то же самое, что куклу в секс-шопе купить и верить в ее любовь. Но у нас и для хозяев куклы, и для Скотта Риттера, и ему подобных, плохие новости. Самообман действительно работает, но очень недолго. И чем сильнее вы лжете людям сейчас, тем больнее они ударятся головой о суровую реальность. И вот тогда Россию встряхнет по-настоящему. Так что поход Вагнера на Москву покажется детским лепетом. А потому работайте, братья, поднимайте градус лжи. Ну, а мы подождем и посмотрим. Ведь время, очевидно, играет на Украину. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!